Песня. 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 Евангелия правдарная, 19-я глава, 23-е стиха. Воины же, когда распяли Иисуса, разяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину почасти, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь ткан сверху. Итак, сказали друг другу, не станем раздирать тем вопросом о нем жеребий. Чей будет? Да сбудется вечерное в Писании. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жеребий. Псалом 21, 19 стих. Толкование. Чем дьявол лукавит, в том исполняется пророчество. И смотри истину. Распятых было трое. И однако же речи пророков исполняется на нем только одном. И заметь точность пророчества. Пророк сказал не о том только, что они разделили, но и о том, что не разделили. Прочие одежды они разделили на части, а хитон нет. Но дело о нем предоставили жеребию. Слово «тканность сверху» прибавлены также не без значения. Но одни говорят, что сими словами иносказательно выражается, что распятый был не просто человек, но имел и свыше божество. Некоторые же говорят, что евангелист описывает самый вид хитона. Так как в Палестине, соединяя два куска материи, то есть два полотна, ткут одежды, употребляя вместо шва тканье. То Иоанн, чтобы показать, что таков именно был хитон, сказал, что он весь камер сверху, то есть соткан от начала и сверху до минуты. Указывают же этим замечанием на бедность одежды христовых. Иные же говорят, что в Палестине ткут холсты не так, как у нас. У нас сверху находится основа и уток. А полотно ткется снизу и таким образом идет кверху. Там, напротив, снова находится снизу, а ткань ткется сверху. Таков, говорят, был хитон Господа. Без сомнения, и здесь является таинство. Тело Господа соткано свыше, ибо Дух Святый пришел, и сила Всевышнего осенила Деву. Евангелие от Луки 1.35. Ибо, хотя Он принял дол сущие и падшие с тесной человеческое, но плоть божественно образована и соткана с высшей благодатью Святого Духа. Итак, Святое Тело Христа, разделяемое и раздаваемое в четырех частях мира, пребывает неразделимо. Ибо, будучи и уделяем каждому поодиночке, и каждого освящая своим телом, единородный, своей плотью, всецело и нераздельно, обитает во всех. Ибо, будучи везде, Он никак не разделен, как и апостол Павел взывает 1 Коринфянам 1.13. Ибо, сколько бы много раз я не обольстился текущими благами, я все-таки знаю, что они текущие, знаю и качество, и существо обманчивых и приходящих вещей. Это касается небесного происхождения, касается плоти, и по нему здесь переходных участий. Никак не объяснил. Ну, плоти, да, и вы его едите, пищейте, да, и защитил потерь, и доедете, они едят мясо человеческое, а живот вращается в кровь. Это все отбрасывает, они пьют кровь. И где-то настраивали, наверное, как. И этот момент тайно никогда не надо открывать язычникам. Не открывать. Христос сказал, что ученика. Когда мерзающий будет, тогда и говорить. Притом, священник. У него не нож, а копия называется, треугольное такое, острое, и он просто его разрезает. Он заколает армии. И это реально видят те, кому это доно. Иногда сами они это видят. Как так? Разбойник жив. Распинает вороги. А тут распинает патриарх, епископы, священники. Притом, другого толкования нет. Ну, дальше-то спрашивают, а как вы считаете? Считаем и рассуждать. Никак. Рассуждение это человеческое. Божьего мира. Бог сказал. Вот под нами, если сейчас вот так вот глобуса нету здесь, ну и прошпиль туда. Вот северный, дружный полис, и там на нем стержень, на чем шар-то поворачивается, наклонность его неправильно стоит. Не прямо, а наклонная. И вот под нами, если сейчас на центр земли ткнуть, на той стороне та же здание стоит, та же люди. Ну, реально, сделай маленькие человеческие какие-то из пластилина, маленькие-маленькие, а на той-то саранее тебе надо их квертной гамме уже, но никто этого не ощущает. А как? Мы говорим, тишина, все решили. А земля с каждой минуты удаляется от центра, потом приближается еще не сколько-то лет, где еще в космосе, и несется быстрее пули. 8 километров в секунду. А как это проверить? Поверить в это нельзя. Другого толкования не нужно. Вот, задают вопрос, а что появилось раньше, пулисо или яйцо? Такой трудный вопрос. Курица? Господь сказал, земля взбуглилась, и закудахтала, тут петух вылетел, потоптал, и яйцо снесло. Да как так? Это уж слишком наивно. Нет другого толкования. И сотворил Бог, сказал, и произвела земля. Это я представляю, какой всплеск был внезапно, сколько китов. В раз появились ниоткуда. Никакого материала. Всего это из земли. Господь все разговаривает, вдувает, вдыхнул в него дыхание жизни. А здесь ничего нету. Сказал он. И так же деревья. А как? Никак. Или верю, или не верю. Нам нужно признать только одно. Бог вещи. Начала ему нету. Ну как нету. Всему есть начало. Безначальный, единосущий, мы считаем. И Христовь безначальный. До безначального нету ничего. Вот это я надо принять. Одно только принять, что Бог. Дальше все понятно. Он плохо. Меня вот трассу проводили, второй мостик. Но я встаю, пока он уйдет, по цепи земли сюда. А я жду, куда ему столкнуть ее. Я в каждый. Я от него ни на шаг не ходил. В это время мне нога-то заболела. Жара. Я никуда. И у нее, я думал, закупорка обеда. И стрекоза синяя, большая. Я не ошибусь, если покажу, что она вот такая вот. И у нее четыре крыла. Везде два. У всех птиц. У мухи у всех два пчелы. У стрекозы четыре. И притом она, какая она длинная. И она летает туда-сюда. Ну что она летает? А я уже встал и смотрю. Потому что опыта у меня нет. Я набираюсь. Все еще набирается опыта. Я могу прочитать книги. Но сам. А там из воды, кусты, когда воды-то было меньше, а не было воды. Там кусты были. А теперь они засохли. И она лещится между ними. Чего она ищет? Ничего. Она ищет гнездо сделать. Кто ее научил? Я сегодня на это говорю в прошлом. И ласточка, и журналы, и айс знают свое мнение. Когда прилетели. А зачем прилетели? Там не хватает пищи. А здесь есть. Спортсов нет. Жарубки перестали петь. Почему? Фермера отравили все вокруг. И в Германии, говорят, бородья уже не услышишь. И что дальше будет, мы не знаем. Это фермера. Причина одна. Она отравляет. А она питается. Отчет у кого-то отравлено. Мы поставили капкан. Волк не попался. Стрихни и нудали. И он съел. И сдох. Мы-то его не видим. Его клюют вороны. Клюют и все вздыхают. Вороны падают. Их клядят мыши. И едят и все вздыхают. Яд такой сильный. А эти опрыски не один раз, не два. Я уж не говорю, какой вред ему самому. Что он себе жизнь сокращает. Так это по всей стране. Повторяю. У меня здесь было в саду. На нескольких деревьях. Но там 123 скворечника. И однажды скворца вообще не видел. Ни одного. Ни в Барнауле, ни здесь. Здесь полетело несколько. Мы не знаем, что за эти. Мы думаем, ну и ладно. В Китае в то время стали уничтожать воробек. А потом закупать стали. Какие-то... Никто не знал, что они питаются этими какими-то насекомыми. Воробеками. А там как? Он летать-то мало может. Бабки все в тазнике гремели. А они падали, их собирали. И все уничтожали. По всему Китаю. Одновременно. Но кто-то же это дал. Вот быть ему таким. Питаться таким. А которые в степи. Трясоузские желтые. Их много. Столько никогда не было, как сейчас. И они с нами играют. Мы едем на второй мостик. А они садятся на дорогу. Попитают. И прям вот-вот затопшишь. Представим. Ну видит машина. Быстро идет. А дали в сторону. Их никогда столько не было. А почему? А это степь. Там никто не травит. Тут все на глазах. И эта стрекоза. Она ищет. Где отложить яйца. И она найдет. Она найдет. Она еще не знает, что мы спили. Матерь. Сучки-то. На неделю в полоте спили. Но ей заложено внутри. В момент сотворения. Бог это все предусмотрел и заложил. И не... А я сделаю так. Нет. У меня кошка. Старая. И все остальные кошки. И она уже третий раз котов ищет. Выйдет и сидит старушка. На нее коты. Заяца. Она хорошенькая. Но родить она не может. Уже два года она не рожает. А все с ними бывает вместе. И это тоже кто-то там заложил. Понимаешь? Все и во все Бог. Мы считаем. Все и во все. И тем более здесь рассуждать никак. Батюшка, накаженный тургии, заколает адреса. Младенца. Младенцу. Ему глаза открываются. У него лежит младенец раздетый. И он ножом его режет. И кровь берет и дает нам. Прости, Господи. Я открываю. Но это в Житии Святых. И везде написано. А что делать? Если священник это увидел, должен прекратить богослужение. И начать снова. А если правая сада, продолжай дальше. И это все обдумано. И вдруг протестантизм. Больше двухсот миллионов людей, которые в это не верят. А тоже причащаются. Как бы откуда идет? Но однажды там совершенная. Сегодня Господь Духом Святым в хлеб превращает. Здесь верьте, как вот эти прослые пекут. Подают. Там он режет их. Как крест изображен. Реальность. Реальность пытается возобновить. Увидеть. Зачем? Я не знаю. Но я православный не принимаю. Но внутри меня страх. Священник режет младенца. И он реально это. Его заставляет в это верить. В каждой. У тебя твой священник режет младенца. Бывает малому дитю это показано видно. А что мы могли принимать? Вид вина остается, вид хлеба. Вид. Да уже это не хлеб. Все и во всем Бог. И нужно определить в себя верующие или нет. Я абсолютно верю, что это так. Не, я не говорю то, что он режет там это. Что тело, это вот хлеб, который полет, это тело. Она же там присуществлена. А об этом я говорить не хочу. Просто даю знать, что он такое. И кто это описал, составлял эту идею, он-то думал дальше, как это будет. И как это пойдет на сердце слушателей, язычников. И священник на суде его пытает, там, раскаленные иголки под ногти, там его. Ты верил, а ты не видел? Ты как людей учишь? Ну как? Как младенец лежит, раздет, а я его режу ножом. Вы слышали? Вы понимаете, что это за люди такие? Даже Бога своего, он режет и дает людям. Да про вас он разговаривать не будет, он ночью станет всех зарежем. Поэтому христиан уничтожать надо. Это не люди. Это каннибалы. Это объяснение самое простое, доступное для народа. И во времена народа подтолкнули только пожар строить, а хижины мешают. Зажечь, ну, показывать, кому грядешь. А теперь христиане это сделали. А таки головорезы. Эти каннибалы делали так. А ты бы как отвечал? Я бы отвечал так, про голубого. Не про литургию. Про литургию я никогда не говорю. А другие узнали это, прочитали это, прямо описано. Когда вы сейчас в семинаре, все до одного стремя семинариста должны отвечать. Никогда. Повторяю, никогда. А если вот заставлять, как меня заставить? Не будет. Я верю. Верю. Какого слова нет в Библии присуществления. Но оно принято, я повторяю его. Вот до этого была просмотра. Когда прищищает там тело. А как оно? Не знаю. Я просто верю. Я избрал самый простой путь. Грань, за который никогда не заходить. И Бог меня сохранил в этом. А как? Отец, Сын, Дух Святой. Это один Бог. Но Бог Отец, Бог. А Сын Бог, Бог. Это три ипостаси. Да. Это один. Амин. Усчет против. До трех считать не умеет. Три. Амин, 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 амин. Вы понимаете, какой идиотизм они насаждают в стране? Против христиан воевать даже не надо. Они сами себя поубили. А надо говорить. Где-то надо, а вот это нет. Сохраняющие единство веры, а в другом таинство веры. Не говорить об этом. Не говорить об этом. Но оно напечатано. Он может взять и читать. Может так. Но в разговоре, когда я не разу, за 56 лет, не разу не встретилась невыносимая обстановка, что я должен говорить об этом, я просто говорю об этом, родился от Дева Мари, верую, как мы считаем, буду за наши грехи, покайся, отдай свою жизнь Ему. Туда никогда не гляжу. Это грабь. И мне это было дано в первый же день. И я не ошибаюсь, 56 лет это срок. А человек сразу начинает подорезть и мусульманам объяснять. Мусульманам объясняй. Понимаешь, когда они говорят, что у Бога нет сот товарищей. У Бога нет жены. И поэтому мы говорим, родственник, как можно родиться, когда жены веры? Ты определи себя, если ты верующий, теперь найди грань, за которую тебя подталкивает, а ты тоже приседини. Я просто верую. В единого Бога, Отца, Средержителя, Творца, Небой и Земли. Видимо ли все и невидимо ли? Хотя невидимого я никогда не видел. А невидимый мир вот сейчас здесь, в этой комнате. Здесь и аргумы наши, хранители. И тут же демоны летают, мозги набивают, закручивают. Нет данного места. Куда идешь на литургию? Макарин, иди на литургию. Разве там ты бываешь? Нет, ни одной литургии без меня нет. Вот спать охота. Не могу. Там другому выйти надо. Вышел назад, уже не заходи. Стой там в плитворе. Нет, вышел. Да я вот поэтому. Не надо спрашивать. Ты вышел. У нас в уставе написано, свечи не тушить. Это хорошо. Никак. Раз, прогресса случается. Раз. Никогда не тушить. Она должна догореть, побегать и погаснуть. Только восковые. Только чисто восковые. Сто процентов. В уставе сказано, в нашей регистрации, этот устав был подан в краевое дело нести в цель. И ты увидишь, потом увидишь плоды, насколько искренне желание исполнить незримое единение с Богом. Верю. Я верю. Слово верю покрывает и фуе безумие. Был такой мудрец и говорит, я верю, потому что абсурд. Абсурд? В это верить нельзя. Я поэтому говорю, вера, дай мне Господи веру. И на этом все. Верю, потому что абсурд. Приписывать Тартулиану, он может быть именно так вот. А если я понимаю, что еще верю, то я вижу, отсидит человек, приду путь искрестил. Мне не надо веру. Я вижу. А есть вещи, ты не разве не ел молекулы? В молекуле как нейтрина, как атома, как центр. Я верю в это. А мы из этого состоим. Все эти хромосомы. И вот когда пришло время Христу умирать, почему до этого Христос говорил, никому не говорите. До кори я не воскресну. Если бы он говорил что-то, я Бог, он нигде так и говорил. Но что, говорил, прощаться тебе грехи твои. Он говорил такое. Тогда евреи говорили, это дело больше, только Бог может. Ты за кого себя выдаешь? То есть, фактически, говоря, прощаться тебе грехи, он сказал им, что он есть Бог. И хотели побить его камнями. Он говорит, Боги называются князья богами. Депутаты все эти, Боги вы. Вы все Боги, но умрете под всякий человек. Бог, конечно, временный. Я как верующему, нужно себя определить. Веровать, исповедовать и знать, о чем говорить. У меня беседа проведена с сектантами баптистами. И в ней три. Ну и Алевтина пришла к ее, веки ее. Но с католиками я ни разу не спорю. Церковь. За это нападает. Да какая она церковь? Церковь со множеством заблуждений. Но она остается, у них рукоположение сохранилось. Рукоположение. И вдруг сейчас на неделе не матерялся. Ипполит сказал святой, что если был исповедник, вот я был исповедник, у меня там мучили, но не мучили, мучили, это до смерти исповедник, то его рукополагать в диагнозе присвятера не надо. Он уже присвятер в диагнозе. А в епископе только полагать. Это бред. Да вот говорят, вот Павел посылает послание, как бы нам написанное, но мы не писали этого. То есть это поделка. Должно быть только положение от епископа. А если я тебе Павел говорил, значит и говорил. А если он сказал, как бы ни сказал. Учение церкви выше любого частного мнения. Я могу где-то сказать, на ушко где-то, даже написать. Но не давать это. Пошли дальше. 25, 27 стих. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матери его и сестра, матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика, тут стоящего, которого он любил, говорит матери своей, «Жена, си сын твой». Потом говорит ученику, «Си матери твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Толкование. «Воины действовали по своему неразумию. Он печется о матери, научая нас до последнего издыхания прилагать всякое попечение родителям. И смотри, тогда как тут находятся и другие жены, он заботится об одной только матери. Ибо на родителей, препятствующих в деле Богопочтения, не должен обращать внимания. А о таких, которые не препятствуют, нужно всячески заботиться. Так и он. Так как сам отходит от жизни, и матери, естественно, было скорбеть и искать покровительство, поручая попечение не ученику. Евангелист скрывает свое имя по скромности. Ибо если бы он хотел палиться, то представил бы и причину, по которой был любим, и, вероятно, она была какая-нибудь великая и дивная. Ах, как он почтил ученика, делая его своим братом! Так хорошо пребывание со Христом, страждущим, ибо оно приводит в братство с Ним. Подивись, как он на кресте все творит без смущения, заботится о матери, исполняет пророчество, отверзает разбойник урай, между тем, как прежнее распятие, испытывает душевное топление, источает пот. Ясно, что последнее принадлежит человеческому естеству, а первое – в силе божеской. Да посрамится Маркион и все прочие, пустословившие, будто Господь явился миру призрачно. Ибо если он не родился и не имел матери, то для чего он прилагает о ней столь великое попечение? Почему Мария Клеопова называется сестрой матери его, тогда как и Аким не имел другого чада? Клеопа был брат Иосифу. Когда Клеопа умер бездетным, то по сказанию некоторых, Иосиф жену его взял за себя и родил брату детей. Однако из них упоминается теперь Мария. Одна из них теперь упоминается Мария. Она называется сестрой Богородицы, то есть родственницей. И в описании имеет обыкновение называть сродников братьями. Например, Исаак говорит о Ревеке, что она сестра ему, хотя она была женой его. Так и здесь мнимая дочь Клеопы называется сестрой Богородицы по родству. В Евангелиях являются четыре Марии. Одна Богородица, которую называют Матерь Якова и Иосией, ибо они были дети Иосифа, родившиеся от первой его жены, может быть, жены Клеоповой. Богородица называется Матерью их, как Мачеха, ибо ее считали женой Иосифа. Другая Магдалина, из которой Господь выгнал семь бесов. Третья Клеопова и четвертая сестра Лазаря. Итак, ученик сей взял Марию к себе, ибо чистая вверена чистому. Смотри, как женский пол тверд в бедах, а мужчины все оставили Господа. Подлинно пришел тот, кто слабое укрепляет и уничиженное в Кримре. Что можно из этих сообщений, избежать нам. Мы считаем, мы видим, в этом оборудовании я, значит, в фильме написал, где должен это делать. Как Антоний, как пчела со святка за святок, как он с тем встречался, приходили люди, задавали вопросы, и он говорил, у меня это каждый день на работе я делаю, каждый день. Вот одна пишет, я столько-столько, вот сейчас недавно вышел, Варламова фамилия, Варламова. И в семье ее никто не понимает, она одна и вдруг нашла такие же мысли, как у вас, и все так. И как он теперь я там сможет? Никак. Это их жизнь. Да, она снаха по-хорошему, в один день восстала, сына на меня натравила, и теперь я их тоже. Успокойся. У них своя жизнь, ты только молись о них. И она тоже, прошло время, и вот сейчас, ночью сегодня написала, как у меня хорошо, как сразу спокойствие наступило, ты только молись, другое не дано. Твоему шуту я откомандовала, сына вырастила, а остальное Бог усмотрит. У нас тут была на крещении, приезжает одна-сторая врядка, два или нет, Николая его звать, она Анастасия, иногда приезжали они с сыном, сын Господи. Как она небес приискала ему? Она рассказывает, я говорю, ты не рассказывай, с крещением шли, даем и записывай. Но я спрашиваю, она говорит, а он молчит так, вот как Игорь. Лена говорит, он молчит. Ну, домашние дела. Я ей спрашиваю, ты не подкапнущик? Она говорит, нет, просто я с ней разговаривала. Вот, увидела, что стоит девушка. Я стала спрашивать, а кто такая? Откуда? Узнала, где работа, сходила на работу. Узнала, как она выглядит, выглядит так нормально, но схватывается со всех сторон, и она ни с кем, не пропускает богослужения. Но это не все. Она начинает их родственников всех узнавать, какого корня она, как, давно ли она ходит. Ну, все. А сына ничего не говорит. А потом сыну сказал, он посмотрел, понравился нам, хорошая. И сын-то спокойный. И она ему говорит, Женя, подожди, я еще узнаю, вот там, где она раньше была. Я этот ролик сделал и выставил то, другое. Но я говорю, ты смотри, женщина очень хитрая, прожорливая создание. Она тебя так обманет, ты даже не узнаешь меня. Не спеши. Женился на скорую руку, тире на долгую муку. Это она может так и сделать. И платье по полу будет у ней. Все. А потом она так сделает, задохнешься. В злом у нее. Откуда еще попрет? Она, ну, я не знаю, месяц прошел или нет, после крещения, когда она у нас была, до седьмого. Примерно месяц прошел. Она пишет, ой, Игнатий Игоревич, как вы были правы? Она оказалась совсем не такая. Она узнала на работе, домашних, соседей обошла, она спросила. Везде положительная. Я говорю, ну, свадьи не надо будет. И вдруг она узнала, она такая гордая, там, совершенно другая. Я говорю, ты будешь не спешиво. Анастасия, ты такая умница. И он сидит здесь, Николай, ну, что ему говорит, такая супругая. Она работает. Но я со всех сторон проверил, может быть, она руководит. И еще подобного. Просто она в этом деле. Так везде, что я сказал, помянул, это, не говори, не о чем. Ну, у меня мысль есть. И что? Она признала те слова, которые я сказал, справедливыми. И похоже, что разрушено все. Узнала, где она с ней столкнулась. Она уже не пишет, я не спрашиваю, мне здесь не надо. Везде требуется совет. Я говорю, ты знаешь, усиль молитвы, и Бог откроет. Как откроет, я не знаю. Но я знаю, что Бог открывает. И тогда ты другими глазами будешь смотреть. Или во сне, или через кого-то, или через того самого, о ком молишься. Он был здесь, он крестился, его жена была, тес, Вячеслав, Семен. Он говорит, у меня такой переворот в душе, у него там все. Из-за того, что я стал Словом Божьим. И он с работы сейчас угоняет. А он работает в аэропорту, принимает людей, там, проверяет, кто-то другой. И заборозный. Сделай ее культурной. Австрии, не там, кринишик какой-то оставил. Он говорит, я верующий. Тут много мусульман в Казани. И поэтому они ко мне хорошо относятся. Замечаний никаких не было. Ну, ему юристы стали подсказывать, а там, прямо, тебе или добровольный слышишь это, или по статье уголим несоответствие. Ну, он тоже со своей стороны к обещанику написал большое письмо. И вдруг все затопло. Он поднял всех на ноги. Все везде стали молиться, все за рубежом, и везде. И вдруг тишина полная. Нашелся виз, который говорит, это беззаконие, это будет распарено, и тебя восстановят на работе. Я понял, да. Сейчас ничего об этом нет. И он едет на работе, на работу, и набирает еще, проповедь составил, сказать. И мне высылает на проверку, как я просчитал, проповедь живая, прям действенная такая. У меня как все изменилось. И отношение людей другое. Я стал пользоваться Библией. А где побыл, там у священника, там, ну, каждый что-то буромит, неизвестно, деда. Сегодня он, брат Андрей, ответил, община там, где Христос, вокруг Христа. Есть виноградная лоза, а вы венки. Вот тогда община будет. Одинаковое любое Слово Божие, идем на занятия, об одном деле молимся, в любое несчастье мы вместе его переживаем. это община уже, мы община все имеем. А можно ходить рядом, ходить и не участвовать. Да зачем вам это? Какое это дело? Боль община, страдания общины, успехи, радости, это все твое. И вам хочется поделиться. И он мне выслал, я нашел ваш флографический ошибки. Там, вот, его местоимение обой, я не с большой рук. Да я, говорит, набирал, дорогу ехал тогда. И столько мест писания, и все до одного места к месту. И он взял какое-то местописание, такое, ну, прямо на тему. И вот еще больше пишет, я смотрю, он ревнует, занятия ведет. У нас одно занятие было, я вел, а сейчас уже три. Я сказал, летом не ведите занятия наши. Сергей вел. Вот он сидит. А сейчас, он ведет. Никита, который был, Никита изменился фильмом. Видят, он понятно, какую школу прошел. Никита занятия ведет. И потом правит. Ни в одном месте прокола у него нет. Или еще кто-то? Виктор. Виктор, Саша. Пожалуйста. Три общества, и они ведут по интернету, а люди от отсюда ведут. Вот так. Мы говорим это для того, что сейчас мы мысленно представляем. Ну, вы одиноки, кого вас там считать-то тут? Э, не так. Мне этот вопрос задали в университете. Я говорю, мы верим, что у человека душа. Ну и что? Э, за смертью ты по-другому будешь рассуждать. Он богачный оказался. Он никого не признавал. Но в будущем вулк, отходим в глаза, уйдем Лазарев. Скажи, братья мои, у меня пять братьев. Допустим, кто-то оказался, у тебя еще пять братьев. Прямо практически. Чтобы они не пришли в это место мучения. Откуда у него вера напишла? От мучения. Там все по-другому. Я говорю, ну, он был брак, против меня воровал. Воевал. А теперь он умер. Где он? Он уже мне не враг. Он понимает, за эту ложь надо обещать. А с нами, и те, которые умерли раньше, которые воевали там все эти, они там другие. Они жаждут капли воды. А которые я, он кажется, один. Но я уверен, что здесь и Павел, здесь пророки, здесь святые отцы, здесь все, которые умерли, которые замучены. А замучены миллионы, как небо русское. Вот до Константина князя было умершлено 475 тысяч. Посчитали. По житиям святых. 475. А в России 66 миллионов. Прямые любые убийства, репрессии, раскулачивания, война. Все это. На обществе славян 110 миллионов погибло. Я не знаю, это ли не так, это или нет, но цифра такая. Раньше, как говорили, потеряли 12 миллионов русских. Потом стали, лет, 15. Потом стали считать, которые отраны умерли. Вот Вася, Крутиков тут был. Другие. Сегодня остановились на цифре 28 миллионов. Официально это уже есть. Ну, 12 и 28. Уже большая разница. Так еще, сколько населения мирного погибло, которые угнали там непосильных работ и в Германии загнулись. И здесь. И мы должны понимать, что люди, умершие за Христа, это наши. Мы одинаковые первые мысли. Мы любим Бога. Они с Богом. И поэтому нас больше, а не их. Тех, которые умерли, их много, которые не покаятся. Но они другие. Они уже нам не враги. Они не со Христом, но и не враги. Вот таким ответом я показал. Будьте добры. Теперь вы увидите эти цифры. Совет. Дальше. 28, 30 стих. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется в Писании, говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на иссок, поднесли к устам его. Когда Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось. И, преклонив голову, придал толкование. И богачинка, тело его наступило не прежде, как сам он восхотел, но он восхотел после того, как все исполнен. Говорит, жажду. И в этом случае опять исполняет пророчество. А они, выказывая злодейский нрав свой, наполняют его уксусом, как они делали с преступниками. Ибо Иисус для того и прилагается, что он вредоносен. Некоторые же говорят, что Исопом называется трость, ибо такова вершина трости. Губку приложили к трости, потому что уста Иисуса были высоко. И таким образом исполнилось пророчество, говорящее во время жажды моей напоили меня уксусом с того, 68-22. После напоения он сказал совершилось. То есть и это пророчество со всеми прочими сбылось. Ничего не остается, все кончено. Он все творит без смущения и с властью. Это видно из последующего. Ибо когда все совершилось, он преклонил главу, так как она не была пригвождена, предал дух, то есть испустил последнее дыхание. С нами бывает наоборот. У нас прежнее дыхание прекращается, а потом голова преклоняется. Он же прежде преклонил главу, а потом испустил дух. Из всего этого ясно открывается, что он был Господь смерти и все творил по своей власти. Смотрите, какие тонкости. Я тоже на них никогда не останавливаюсь. Преклонил главу, и вот это наоборот. знамение одно. И он даже в этом видит Божество. Может быть и так, но другому говорить и не обратить внимание, тебя запутали. Ты вот определись, когда говоришь, конкретно, говорим о Христе. Он возлюбил мне и отдал Сына Своего. И в этом все. Если нам Бог это открыл, то ты не будешь молчать. обязательно возвестишь эту самую радостную месть. Сколько больных пишет. Утешь его тем, что это все милые. Сашист на Серапию Мусоробского. Это мгновение одно милые. Мишет Сергей 17 лет пролежал парализованный козлом. 17 лет на вытяжку. Но он видел. У него разум, он говорим, он свидетельствовал, он в интернете разбирался, как будто бы кончал институт. И все это кончилось. Внезапно раз, взяли, его нет. А мать осталась одна, 17 лет не отходила, переворачивалась, снято показывает, убирала. Дальше он показывает, желудок открыли, а здесь у него трубки, там откащик, который весь в трубках лежит. Даже с осталью смотреть страшно. И научился вот так вот, у него плечевой сустав поделил, на мышке на экран, большой. Я имел. А сколько вообще возраст его какой был, когда он отошел? 30 лет пострадал. Нет, 47 лет. Да. Нырнул и ударился от него. А который на берегу был и никто не заметил, что ему нет. И почти 20 минут был под водой. Это невероятно. И он все это помнит, как было рынки, полутерновича. Ну ладно, что-то голову больно, разберусь. А уже сегодня-то. Ни один орман уже не движется. И дальше, допустим, его пускают. А там внутри-то у нас лабатываются разные сотни, которые пищи возбагают. А этого нет у него. И пищи-то никуда останавливаются. Ее надо прокачать. Он все это рассказывает. Жуть! Умереть намного легче. Один раз лиц был. И он умирал, кажется, три раза на операционном столе. По 7 часов операция была. Пытались сшить. Когда его вытащили, они тоже не знают, что у него есть сеть позвонков дребезги. А там молодые были, подошли, так как попробуйте воду из него вылетать. Ну, на колено его, как делать, правильно. И стали грудно, ведь они знали, в это время перетирались весь этот столб нервов, который был. Но если бы они его не качали, он желудок. Вода дохлынула из него, они вылили, что он живой, ну, и болит. А тоже рассказывает о себе он высокий рост, очень видный был такой, уже женатый был, так ли, как в школе был, вот где-то, подметом деменоса наградом. Он говорит, мне Бог остановил всякие разборки, но его обязанность навести поляшек. Он сам о себе все это рассказывает. Да и мы отдельно беседуем для нас. Вот Господь дал такой крест. Страдания во славу Христа. Парализованные во славу Христа, он где подписывался. Во славу Христа. Бог нам дает свидетелей, которые никуда не шевеливались, а там где он был? А почему другие больше делают зада никогда? Бог меня остановил. я уверовал. Как он начал иконы писать. В интернете на первом месте было два иконы. Какие иконы показывали со всего мира? Была передача какая-то пусть говорят или что-то из этих икон. Прямо во всем именно. Сестра была в спуле. Как он рисовал эти иконы. это жизнь и везде во славу Христа. У него очень трезвый был разум. И вот тут его испытывал вас Виталий приезжал и с ним беседовал калинингам. Как познакомился со мной? Как дальше было? Какое время было? У него все переменилось после знакомства. иконы перестал писать уже у него все столкнулось к священному писанию. И тут он тогда уже сидел и слушал. Ему сразу сердце его погрнулось и все. Притом мне иногда говорят зачем вот это показали и то другое. Вот я покажу. Но незначительно. Он видит везде что все дрежит. Одни приходы вокруг. Никого верить нельзя. Дух на наш канал попал это. Я вижу здесь все правда идет как есть. Несосаблено невыдуманно вот как есть так есть. И дальше уже а я вижу в платке я говорю а что ты в платке как женщина да я не в платке это у меня тут перетянуто там проще он давно уже у меня а теперь наша переписка я взял переписка это 5-7 лет и я всю отдал на обработку то есть состав те сделали как Игорь в интернатной версии наша встреча беседы сколько я ему писал я ему писал там наверное не один дом это Бог так делали и он веровал во Христа и другие батюшка же ездили крестили его обливание там многослой сделали салафан лежит и как могли туда воды его же нельзя не поднять каждое лето он уезжал к себе там на дачу я у них ночевал с Татьяной Ильиничной мать и у него нету но его канал остался и я сбрасываю все материалы она считает она знает через других передает привет а они подавали в нашу общину всем вам привет постоянно Татьяна я не могу никак успокоить себя на шаг не отходил и вдруг пустая лежанка никого нигде нету просто понять надо и он говорит мама она считает совсем неверующая сестра но он трудился по санкому неверующую ходит когда надо пришли сеть а к ням не приглашали она старенькая к нам не приглашали ее нет мы так что как приглашать она приглашать не могла отойти нет сейчас сейчас приглашение дополнено не добавлю а вообще в общем она бы мы не можем приехать может быть надо я знаю через того которые ездили на похороны через нее и он Христа лежал на первом месте он православный ум раздвоенный ему Бог дал такой повод в жизни и он мог рассуждать на такие темы глобальные омерло загоры вот эти нэнэн там и проще все очень и очень много знал любой вопрос космоса у него уже входит еще еще 31-34 но так как тогда была пятница то иудеи дабы не оставить тел на кресте в субботу ибо до субботы был день великий просили пилата чтобы перебить у них голень и снятие и так пришли воины и у первого перебили голень и у другого распятого с ним но пришедших Иисусу как увидели умершим не перебили у него голень но один из воинов копьем пронзил ему ребра и тотчас истекла кровь и вода толкование Господь предал дух Богу и Отцу чтобы показать что души святых не остаются в гробницах но востекают в руки Отца всех а души грешных не завлекаются вместо мучения то есть в ад а те кои поглощают верблюда и отцеживают комара Матфея 23-24 совершив столь великое злодеяние выказывают особенную заботливость о дне для чего они просят чтобы перебиты были голени для того чтобы если останутся живы были неспособны к делу ибо они были разбойники и так они не хотели являться в день праздником мстителями и убийцами здесь за раз исполняются два пророчества как далее говорит евангелист хотя не сокрушили колени Иисуса однако же в угоду иудеям пронзают его и вытекает кровь и вода и это удивительно они думали наругаться над мертвым телом но поругание обращается им в чудо достойно удивления и то что из мертвого тела вытекает кровь впрочем иной из недоверчивых скажет что вероятно в теле было еще несколько сколько-нибудь жизненной силы но когда и вода вытекла то чудо непререкаемо не спроста это случилось но потому что жизнь церкви начинается и продолжается последствием всех двух вещей водой уже рождаемся а кровью и телом питаемся итак когда приступаешь к чаше общения крови христовой так располагай себя как бы ты пил из самого ребра примечай пожалуй то как посредством прободенного ребра врачуется рана ребра то есть евы так когда уснув лишился ребра и здесь господь уснув дает ребро воину копье воина есть образ меча обращающегося и выгоняющего нас израя бытие 3.24 а как все вертящиеся не останавливается в своем движении до боли не ударится обо что-нибудь то господь показывает что он остановит тот меч мечу воина подставляет свое ребро чтобы нам ясно было что как ребро воина поразившись ребру остановилось так и пламенный меч остановится и не будет уже страшить своим прощением и возбранять вход в рай да последятся ориане которые в таинстве причащения не присоединяют воды к вину ибо они как кажется не веруют что из ребра вытекла и вода что удивительнее но веруют что вытекла одна кровь и тем уменьшают величие чудо ибо кровь показывает что распятый человек а вода что он выше человека именно бог видишь как вода выше человека никогда не опровергает не трогает ну крисот не умер еще и говорит кровь а воде речи нет а здесь у нас в меру добавляется вода везде теплота называется и это оправдывается а вы как считаете никак что там принято там повторяю я только принимаю а это все легко опровергнуть дал живой кровь когда живой был и говорит съев кровь моя нового завета христос не умер кровь-то живого а это уже разложившиеся то есть там как называют лейкоциты отошли то есть это та тема которая не подвластна разумению вот они сказали так ну сказали они отвечать будут я этого не говорю ну написано написано да не опровергаю ну и говорим и вот ты понимаешь что я говорю никогда эту грань не верю не перехал он сказал а какое опресно тебе просто нет туда добавлять дрожь с этим абсолютно не согласен но я принимаю таинство почему христос совершил когда были дни опресноши написаны первые литургии христос совершил на опресноках если кто-то в эти дни съест в Кабасной это будет предав смерти вы еще о чем говорите католики понимают пресных ли католики понимают их в пять раз больше чем нас но это католики опресно он начинает говорить он там раньше совершил пасху что угодно не говорите были не опресноши написаны а дальше считай когда пасха есть и у кого-то пасхоя кто будет есть да будет предав смерти соединение ее христа мы убили сразу у меня есть знание писания я в разуме я отвечаю на у вас пасхой да пасхой как никак я принимаю и верую что это таинство совершается все а относительно пресных то есть намерка стоит был пресных первая первая литургия была на пресных войне и вот разные-разные это долги делая священники начинают говорить он ты сначала докажешь что опресночные дни были или нет опресночные недели вот искупление филиппа на смотришь он ходит подметает там сериале спрячет по основам ребятишечки маленькие даже там не в ход пол ехали смотрели крысиные нольки ехали крошки случайно чтобы она не попала все сжигалось уничтожалось в комнате случайно кто не сел а он случайно сел смерти обязан быть предат это это у нас так постился не постился нет принято что натощак а они сначала барашка скушали вина попили это еще было не и причастие ветхозаветнее пасхо и после этого было бы на другой день то и так и поэтому вводить в это я придерживаюсь что натощак все было не так первое тут уж никуда не денешь и они закололи аркуса они его съели и после этого Христос совершает петергию как говорят или не так я говорю что я признаю это и вижу наше искажение подал и сказал чашек а не так что ложечки он возьмет теперь туда этого не было преломил и отдельно отдал отдельно хех а отдельно вино и чаша пошла по кругу а я в златоус это сделал но сделал для того чтобы нигде не вынесли выносят и творят что хотят кого-то не остановишь и во рту и щекой и что угодно выносят для волхвования но однако а у католиков обладка такая как большая таблетка он ее у него вино здесь он ее обмакивает человеку дает другой подходит опять белая белая таблетки они все почти белые вот такая бумага я был когда прищищал виден это вообще и чтобы вино было у него нету у нас вино ложечки там нету совсем нету когда пишет Тючер Федор Иванович в гусс на костре то пишет Христову кровь он отстоял для них присчастей нету совсем убрали а вот я обмакнул но там она есть да там она видимо впитывает она делается красная и такое дает каждому без подков там это Бритая все и Папа я никогда с этим согласиться не могу а представьте за церковь да не знаю но дальше ничего не подойти к благословению я и подходил благословлялся но не дальше я ему дал и его наоборот священник толстый здесь я лобил с маркетом да за это отлучали так первым делом это по порядку богослужение совершает Бог помогает с ними вместе да значит патриарх поигрывает у него благословляется был патриарх и другие патриархки да все подряд и архиерея да все ну дальше ломай ломай дальше ты старообрядцев вырежешься все ломай никого округа нас нету на этот уже я не пойду у них сохранилось рукоположение больше ничего и вы признаете да и старообрядческое настоящее причастие вот что он видит трижды дает ну где трижды когда один раз завершавшим именно трижды причащается священник так же три раза нигде этого нет в писании нету и трижды погружаться в воду тоже нигде нету под водой все святые отцы объясняют скрылся ты умер умер воскрес а теперь кто умер второй раз я умер и воскрес погружение а тот раз я две святые теперь опять сделал совершенщик я только святого но я признаю но они объяснять никогда не будут написано троекратное я везде говорю троекратное то у вас как-то интересно так признаете я еще раз говорю у меня есть разум и есть писание я разум подчиняю писанию доблю его и все не позволять ему царствовать а по разуму я сказал но я не утверждаю этого а относительно отрезок абсолютно точно первое хрещатство было такое попробуйте разговаривать и а и Мы все ночью хоть меня не поднимали, а я за них благодарю Бога, он у меня лежит на ящичке, который покрывает клавиатуру. Я слышу, и он начинает. Игнать Федорович, алло, алло, позовите Владимира. Позовите Владимира, мне никак. Зачем? Ещё нету. И однажды, не разобравшись, что тут есть, а другие-то у меня написаны, Сина, Алексей, Валентина. А здесь я ему сказал, там тысячи матерков, наверное, полезных. И от целых полгода его звонят раз в 20-30 день. Ему не надо ничего. Я за него молюсь. Умягчи его, Господи, сердце. И вот, блокировать я могу только 10 человек. Я терплю. А один уже такой, скажем, если я подорасываю в чёрный список, постепенно 10, он больше не блокирует. Я специалисту даю, специалист стёр от меня. А специалист — это Евгений. Он большой специалист. И сейчас я болезнь. Я, если не открывать, он тогда, ну, на звонят. Звонит, звонит, звонит. А я открываю, с него день не высчитывается, а ничего не отключаю. Разоклик, наберёт телефон жены. И что такое? То ли прыгает и все, и всё такое. Он не понимает. Я два из десяти человек, один остался. Просто открываю, не ею, никому не говорите. Видите, я что-то не шумел. Один раз такое всё-то было. А там, гляну, трактор гляну, будет тарактить. Ой-ой-ой. Закрываю. Один вот так же. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, у нас большая беда. Тут начинается следствие. И вот, ага, я в Москве. Я смотрю, вас не называют ролики. Я голос подал. А еду в это время в бульдозере. Сижу, меня трясёт. Я говорю, я в бульдозере еду. Попалите на нас. Ой, он звонился. Я сегодня вам тысячу рублей переведу. Тысячу рублей. А жена Анна. А его Иван звать. И она мне звонит вчера. Отец Игнатий. Я вот такое узнаю. Отец Игнатий, на каждом журе. Я её знать не знаю. Отец Игнатий, на каждом журе. Сама патриархат, правда. Весёлая такая. Мы позвонили вам, вы молились. Мы ещё вам 500 рублей перевели. Ну, знаешь, раз. Теперь у меня написано, Иван Москва. Иван Москва. И я его уже отвечаю. Так, слушайте. Объявление я вам дам. Поднимите руки. Кто косёл скот? Так. Почти все. Нет, нету только этого. Кто-то, понимаете. Я вас очень прошу. Вот сегодня пришла Вячеслава. Он говорит, у нас там, да, тоже делают три бульдозера. И уже, наверное, там сколько месяц работает, а не половина, они сделали, что вы сделали. Но этот-то работал. Будь здоров. Просьба. На второй мостик не гонять. За мостом-то вообще ничего нету. Ни даме не подгонять. А вот первый перешёл мостик-то, ну, заворачивают шлюзу. Шлюз они не тронут, напилистуют. Уже следы идут по этому. А на даме-то там два портика сделаны. А там прорастёт трава. А я смотрю теперь, где они колёса-то выдавливают песок. Рубероид подложили, восемь стоков сделали. Везде. Ну, настоящие. Коровы. Вчера был я. Ну, там, вчера. И гляжу, опять корови слитые. Я вас умоляю, не пускайте корову. Ну, если видел, когда песок привезнён, со мной разговаривает, Он говорит, на корову подожди песок. Они нащали песок этот, ну, куча большой-то. Он побежал так, ну, песок. Маленько разъеделась там. А это дамба. Там ещё нам не сделать. Они пласты прижали. А я его наёл направо. Не допускать. Было время на первый мостик, когда мы его делали. Сделали, сейчас ходят. Они там камни они ворочивают. Ну, потом можно. Пойдёшь, камень положи на место. А там парапеты, четыре парапета. Они здоровые, коровы. Они рогами. Про Симаковских, там мы их нагрузили где-то. Там пускай они возятся. Там, там лишили. Они уже порсали, там сравняют. Ты видел в Симаковских, как подняли? Видела, нет? Первый этап. Больше метра добавили. И батюшка нашим еще рядом. И сделать внутривую будет. Будете рядом ловить. Я очень комфортно помолиться тоже, чтобы Алексею Бог положил на сердце на этой неделе поставить столбы. Территория деревни. Стрелять запрещается. Он уже готов к этому. Чтобы меня призвал, когда писать будут. Иначе я ему кричу, утки улетайте, вы стрелять скоро у вас будут. Уходите вы. Ну, на уток все охотники. Охот общество целое. Во всем мире. Грачи летают. И чем нам виновата? Грач может хоть где найти. А она только в воду. И околоводы, и шанашики разные строят. А они в будке вот здесь вот на Камагоре, в лагерном там. Но считали 30 уток. Мы работаем, они рядом плавают. И скорее надо поставить. Когда мы вставили, там, клевое там разное, и написано, не стреляли. А бывает, в общем, даже стрелять, пугнуть. Стрелил там, ну, видишь, никого нету. Да и выходить опасно. Он бывает нетрезвый. Рыжковский пруд, они там стреляют. Два пруда. Симаковский. Вот это, это внутриделивание. Симаковский. У него название. Рыжков. То есть, жители потеряют. И по их именам называются Камагориха. Просьба. Как можно быстрее отличить их. Но в ней надо поставить. Главное Богу дает нам таких охотников на Рыжковском. Костер делают. Дерн убирают. Обкладывают. И которые головешки где-то надели, нигде не поджечь. Суперкультурное. Я все боюсь, как бы наше чувство не попортили. Но по сегодняшний день, Бог милый, там тоже подняли. Это бывшие интеллигенты. Боже мой. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ